Когда Шрила Бхакти Сумнургавина Дамгасвами Махарадж получил вдохновение составить шлоки, стихи, проставляющие Шрила Пракупаду, которого он знал близко, лично, как Абая Чарана. Мы знаем, что на шестой линии в Калькутте они жили вместе, когда Говинда Махараша еще был в Гуаренду Брахмачаре. И в Калькате у них был такой дуплекс, триплекс, где была лаборатория, семья Бхакти Сумнургавина Дамагасвами. Там же становился Шрила Гуру Дев, распространял журнал «Обратно к Богу», который Пракупада начал публиковать в 44-м году. Он встретил Сарасвати Такуру в 22-м году, получил посвящение в 33-м и начал печатать журнал в 44-м. Он принял Ванапраску в 55-м и Санясу в 66-м и приехал в Америку. И в 77-м оставил этот мир. Шрила Гуру Дев пришел в 47-м, и «Обратно к Богу» уже печатался. И он распространял этот журнал для Свами Махараджа. От него же он учил Бхагавад-гиту. Свами Махарадж в то время переводил Бхагавад-гиту. Вместе они завтракали. Мы знаем, что Свами Махарадж, по словам гуру Махараджа, хотя он, хотя в силу рода своих деятельностей, он был не наделен большим здоровьем, но он был очень жив. У него были движения, как у короля. Однажды в Лос-Анджелесе, когда ему дали новую квартиру, в новой квартире, он лежал на кровати, и один из преданных сказал, «Шила Прабхупада, вы выглядите как король!» На что он ответил, «Тогда вводите королеву!» Однажды Бхагдидан-пасвами сказал по поводу красоты бенгальских женщин, красотой и черными волосами, которых были очарованы западные люди. Как один из преданных сказал, «Кришна тоже черный!» В то время как Бхагдидан-пасвами говорил про красоту бенгальских женщин, преданных говорит, «Кришна тоже черный!» На что тут Бхагдидан-пасвами спросил, «Почему ты говоришь про Кришну, если мы обсуждаем Майю?» Ну просто поставьте портрет на Асану и предложите гирлянду. Хотя Прабхупада нет здесь, но мне есть дело. Пуру Махараджу не было дела до столь многих вещей, что вас бы это крайне удивило. Однажды он сказал, что если Гавинда Махарадж не примет, не станет следующим очарей Матхи, то он отдаст, то сказал он, «Я отдам божества Пури Махараджу, а храм разберу пока по кирпичикам». Но Гавинда Махарадж отзывался следующим образом. «Это достойное поклонение прохирнали моего куру Махараджу». Бхагдидан-такур сказал Сарасвати-такуру, потому что тот все время спорил в школе по поводу Кришной концепции в сравнении с Майевадой и бенгальскими понятиями. Бхагдидан-такур сказал, «Я волнуюсь за тебя». Бхагдидан-такур, конечно, не тот тип личности, но он сказал, «Я волнуюсь за тебя, как ты будешь жить в будущем». Гуру Махарадж сказал, что Сарасвати-такур ответил, «Я справлюсь, не волнуйся за меня». Знаете, он не начал Сарасвати-мат, пока он не достиг 40-летнего возраста. К тому времени он был учителем в богатых британских семьях. Он с некоторой гордостью говорил своим последователям, что одна из меди как-то написала своему другу, «Есть этот бенгальский джентльмен, который обучает наших детей, но он ведет себя в точности как идеальный английский джентльмен». Сарасвати-такур не ходил в дырку, за ним постоянно носили. Как Гурдев называл это? Что-то типа западного туалета. Сарасвати-такур придерживался западного стиля. Даже во время Браджа-мандал Парикрамы за ним носили складное кресло для того, чтобы слегка приоткрыть вам глаза. Джатираджа. Вещи меняются, когда вы начинаете, когда вы принимаетесь за проповедь. «Гурдев как-то рассказал, что к нему пришел брат и сказал, «Прабу, ты основал столько центров, когда у Гавида Махараджи было особенно трудное время управления матерью». «Теперь ты можешь отойти от дела и предаться Бхаджану». Но Бхактиданта Сарасвати-такур сказал, «Это невозможно». На самом деле, Гуру Махарадж дал Бхактиданте Свами имя Бхактиданта. Дело было так, что Гасвами Махарадж, а Пракрита, Бхактишаранга Гасвами Махарадж, который был первым саньяси Гуру Махараджа, он был домохозяином. Сарасвати-такур дал ему полномочия быть ритвиком. И он дал посвящение девушке Венот Вани в Англии. Когда он попросил Гуру Махараджа посвящение, Гуру Махарадж сомневался и не хотел принимать на себя эту обязанность. Когда Гуру Махараджу просили посвящение, он отправлял их Гасвами Махараджу. Он говорил, он надежен, его уполномочил Бхактиданта Сарасвати-такур. И одна из историй была с сестрой Бхактиданта Свами, Пишевой, которую Бхактиданта Свами просто сводил с ума. Она готовила огромное количество прекрасных подношений, а он впадал в настроение «Я должен быть отреченным и не наслаждаться». Он смешивал все эти блюда вместе и эту кашу ел вместе, что бы она ни готовила. Просто все смешивал, вместе ехал и ел это все. До что она возмущенно, удивленно отвечала «Ба-ба». Все проявляли уважение, выражали свое уважение Гасвами Махараджу. Также Бхактиданта Свами получил звание Абай-чаран за свое бесстрашие в проповеди. Бхактисиданта Дас Адхикари было дано однажды. Когда эта вещь дошла до Гуру Махараджу, он сказал «У меня есть другое предложение Бхакти-Веданта». Даже имя Бхакти-Веданта было явлено Гуру Махараджу. Имя, ставшее известным всеми Бхакти-Веданта А.С. Абай-чаран он получил от Гасвами Махараджа. Все следовали его руководству, его лидерству. Он был опракритый Прабу в Сарасвати Мадхе, потому что он принадлежал лейтенанда Бамше, и Сарасвати Такур говорил «Он настоящий». Поэтому его и назвали Абракрита. И он оставил это имя потом. В Индии любят двойные инициалы. Поэтому он оставил это имя. И, например, однажды в Калькутте я пытался найти некоторое место, и говорили «Чарас!» Они пытались сказать Чидаранджан Авеню, которую все называли Си-Ар-Дас. В бенгальске это стало звучать как «Си-Ар-Ас». Так вот, в один момент, когда нам с Романадой нужно было сделать визы и Сан-Хат-Се лететь на север, он летел в Шаттл. Я просил его повторить это по телевидению. Шаттл. Он летел в Си-Ар-О, Вашингтон. Он летел в Си-Ар-О, Вашингтон. Шаттл. Но от него это звучало как «Си-Ар-О!» Не надо лететь в Ши-Ар-О! Нельзя так говорить в приличной кампании или по телевидению. Так что Госвами Махараш написал «Эй-Би-Гасвами» как на бизнес-карточке. А Прабхупбад написал «Эй-Си-Бхакти-Веданта-Свами». А Прабхупбад тогда написал «Эй-Си-Абхай-Чаран-Ар-О, Вашингтон». Абхай-Чаран-Ар-О, Вашингтон. Позже он стал Бхакти-Ведантой. Я видел, как Прабхупбад выглядел словно король. Завтрак для него «Алубаджа-Бхат-Пури». «Алубаджа-Бхакти-Ча-Чари» и «Горячие пури». Таков был завтрак Прабхупбада. Гуру Дэв, вы знаете, он любил мури. На что Абхай-Чаран говорил ему «Гуру Эндру, съешь чуть-чуть сабджи». Нет, я ем мури, спасибо. Прабхупбада утверждал ему «Это просто обманывание своего желудка». Рагуна Дас во время последней встречи с Гуру Дэвом рассказывал ему ту же самую историю, потому что это было большое удовольствие для Шилы Гуру Дэва. И он сказал «Ты совершаешь оскорбление аппарату своему желудку». Можете себе представить тот, кто назвал Гуру Дэва трансцендентным юмористом. Люди не заинтересованы философией, но вашим юмором больше части. невозможно говорить про Шилу Гуру Дэва не упомянув хоть чего-нибудь смешного и забавного. Бхакти-премик-сидданти-махарадж, мы можем просто назвать его Чидананда Прабул. И он сказал нечто, что было не совсем верным. на что Гуру Дэв сказал «Человеку свойственно ошибаться, а он крайне человечен». Однажды человек из Южной Мавритании написал «Что вы будете очень удивлены, узнав, что я женюсь в эти выходные», на что Гуру Дэв ответил «Восторг не во мне, а в нем». Вы можете понимать, он делает Прабупада и Гурмара смешать. Он заставлял смеяться Гуру Мухараджа и Прабупада. У них также было отличное чувство юмора, но Гуру Дэва был этот юмор, этот гопи-подобный вид юмора, включавший в себя Гути и Синданту, благодаря которому смеялись старшие преданные и Вайшнавы. Эти шутки доставляли удовольствие их сердцам. Как однажды Бабаджи Махарадж сказал Гуру Махараджу уделить особое внимание Гурендре Прахмачаре. Гурендру Прахмачаре таким же образом сказал Гуру Махараджу после того, как жил с Абаем Бабу, что этот Абай Бабу стоит миллионов йоги. Иногда картина, которую мы называем Святое Труединство, когда Гуру Махарадж Бахтиданта с вами на одном йососане, Агавинда Махарадж дает лекцию, прославляющую Бахтиданту свою Прахмачаре. И эти три уникальные личности, не зашедшие из одной зоны, Баххуканана 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 Горима Гуна Хариба Камала Прияная Нам Горима Гуна Мандзари Гуна Мандзари Гуна Гуна Харибасана Бая Нам Прахмачаре Паппад Паппад попросил Саньясу Гуру Махараджа И мы бы сказали Без сомнений Вы бы дали Но Гуру Махарадж сказал Его семья возненавидит Меня Когда он дал Саньясу Госвами Махараджу Он был домохозяином Гуру Махарадж Пошел в его дом Проповедовать Дней 10 И когда он дал ему Саньясу Он только Начинал давать Посвящение Однажды была История Когда считалось Что ученик Дал Саньясу Своему Гуру И этого мальчика Назвали Кришна Джан Или Вишну Джан Одно из этих двух И заключение Было таково Этот мальчик Готов пожертвовать Миром Оставить мир ради меня Так что я тоже Должен оставить мир Ради него Поэтому Гуру Махарадж Стал очень Непопулярен У бывших жены Гасвай Махараджа Потому что он Пришел туда Для того Чтобы Разорить Домохозяйство И увезти Гасвай Махараджа И он был Успешен Потому что Когда он ушел Гасвай Махарадж Стал саньясь Теперь Гуру Махарадж думал И сейчас Приближенные Родственники Бхактиданта Свами Обозлятся В итоге Все разрешил Кешао Махарадж Свами Махарадж Жил во Вриндаване Как недавно Мы увидели В храме Радхи Дамодара И есть те Кто говорили Кто видели Что на его алтаре Было изображение Гуру Махараджа Для того Чтобы Он получал От этого вдохновение Когда работал На церкви Я читал его Скрипты Из которых Вы проговаривали Книги На одной стороне Этих бумаг Был Мирской Коммерческий Бред У него было Очень мало Денег Для покупки бумаги И в Индии Ничего не выкидывают Поэтому он покупал Бумагу На одной стороне Которой Было уже что-то Напечатано И там Он писал Свои книги Шукадев Гасфами Сказал А на другой стороне Написано Ваш счет За такой-то период Сейчас мы говорили Про то Чтобы купить Чернил для принтера Но он даже Не мог купить бумаги Но Даже это не установило Его Баба Йоги Махараш Сегодня с утра Напомнил мне То огромное Количество Проектов Которые Мы осуществили Не имея Ни цента денег Но когда он спросил Откуда же Теперь возьмутся Средства На что я ему ответил Что Абадут Махараш Спонсирует нас Так что мы просто обязаны Выполнить Все запланированное Как Бхактивиданта С вами Говорил Что-то вроде Вы американцы Так что вы должны Сделать что-то большое Для Кришны Иначе В чем выгода Быть американцем И много подобных Высказываний Исходило от него Во Бриндаване Мы знаем Он печатал Некоторые книги Я получил И Он печатал Некоторые книги Я купил Одну из таких Книг В Сан-Франциско На северном пляже Есть Магазин Мужных книг Которым я купил Коричневые Коричневые Издания Как мы называем его В той главе Все подходило К тому Как Шукадев Гасвами Входит И Парикет Махарадж Садает вопрос Какова цель Жизни Того Особенно Кто собирается Вскоре Умереть Я был так Вдохновлен Я сидел На краю Своего стула Но дальше Говорилось Так заканчивается Комментарий Бхактийданте С вами Шима Адбагвотом Почти безумно Я прибежал в магазин И сказал Мне нужна следующая книга Но продавец сказал А у меня нету Тогда я предложил Позвонить Тогда я спросил В том магазине А кто А кто издает Такую книгу Гильдии издателей В Дели А на мой вопрос Написать им Продавец Книжного магазина Покрутил Миска На что я сказал ему Что я обязан Прочитать эту книгу Сегодня же Следующую книгу Прочитать сегодня же Таким образом Я попал в храм И примерно В то же время Вскоре Бхактийданте С вами Начал печатать Главы Бхагавотом В Америке Потому что Я прочитал Книгу Первые Первый шаг Могопознания Но эти книги Бхактийданте С вами Они определенно Пробудили во мне Некий глубокий интерес И кому-то я уже Рассказывал Что в то время В Америке В 60-е Было Столько Большим их гуру Он сидел На Асане Покрытой цветами Вращая цветок И похихихивая И ему задавали вопросы На которые он отвечал В трансцендентной медитации Смеялся он Мантра 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 раскрывает То значение Которое известно Вы могли встречать Таких непонятных личностей Но я считал Это неправильно Это неверно Я не смеялся Над их Шутками Но когда я пришел На Хайт Эшбери В храм Шиши Радхи Кришны Когда я вошел То прямо передо мной Была Вьяса Сана И та самая картина Которую Сделал Гуру Дас В этом же месте Он мне рассказал Что Когда Прабхупад Сидел И читал Джапу И говорил Подвиньте Портрет Бактиданта Сарасвати Такура туда И он говорил Каждому что делать Только Когда они Только-только въехали Гуру Дас Он очень крутой Фотограф И актер И он подумал Это идеальный момент Для того чтобы Сделать фотографию Взяв немного Полотна Он Спросил позволения Когда Прабхупада Сделал позу Сделал фото Так вот Увидев это фото Я подумал Вот это Гуру Он не смеется И не хихикает Словно придурок Про все Подряд Часто думаю Что духовный человек Это человек Самый большой Самый большой Улыбкой Два самых Больших Типа людей Преданных Которые Всегда в состоянии Аффекта Всегда улыбающиеся И те Которые Никогда ничего не говорят Вообще Обе эти категории людей Это люди с проблемами В любом случае Когда я видел Прабхупаду Когда кто-то пытался Например Не говорить В обществе Шидара Махараджа Шидар Махарадж говорил В прошлый раз Вы ничего не говорили Только слушали Как насчет этого раза Однажды Киртанананда Сказал Что дурака Не видно Пока он не говорит Пока он не открывает Трон Что было Весьма умным ответом Но Гуру Махарадж Ответил еще лучше Но ведь твое имя Киртанананда Так что ты всегда должен Производить киртан Постоянно Производить Некоторые Благоприятные Звуки Прославлять Гуру Вашнавов И Радху Гавинду Так или иначе Когда я первый раз Увидел Прабхупаду Я понял Это Гуру Как Гуру Махарадж Сказал Гуру тяжелее Гималая Мне стало Так интересно Что же он переживает Внутри себя Я выучил его пранама мантру И пранама мантру Сарасвати Такура Я начал повторять По четыре круга Каждое утро Каким-то Мистическим образом Или два утром Два вечера Иногда больше Но хотя бы два утром И два круга вечером И читал книги И читал книги Пранама мантры Пранама мантры Сарасвати Такура И Бхактивиданта Свами А также они завершали Это чтение И благодаря этому Оно обрело смысл Но в любом случае Сегодня Рассказ не обо мне Прабхупад Прабхупад Обладал качествами Описанными в этом стихе Гиты Жизнь обретает смысл Лишь когда ты Следуешь Наставлениям Гуру Что Сарасвати Такура Сказал Проповедуй сознание Кришны В западных странах Такова была Джаба мантра Оно просто счастливо Остаться на Вриндаване Повторять Святое Имя Но Прабхупад был не таков Он думал Парадука Дуки Мир страдает От недостатка сознания Кришны Он был поглощен Полностью предан Наставлению Благословлению Президента Сарасвати Такура И этому посвятил он Свою жизнь Вот почему леди Ширати Мураджи Которая владела Бароходной компанией Ей бы не составило труда Дать одну из шести кают Для кого-нибудь Для кого бы то ни было Это бы не стоило ей ничего Но то, почему она отказывала Она думала, что Бактивиданта с вами Не выживет В путешествии через океан И она не хотела иметь смерть Сад у себя на руках Она сопротивлялась Под разными предлогами Пока Кришна Не наделила ее Особым вдохновением Не вдохновила ее В сердце сказать Да В конце концов Прабхупат отправился В путь И мы знаем, что он Пережил сердечный приступ Посреди океана И во сне ему явился Кришна Который сказал Не бойся Абай Что означает Абай Не имеющий страха Я теперь управляю Кораблем И океан внезапно Превратился в пруд Без волн Капитан позднее сказал Я 30 лет вожу корабли Но я никогда не видел Такого спокойного моря Для того, чтобы не доставлять Прабхупати Беспокойств И дать ему отдохнуть Абай Он предложил себя На алтарь Самопожертвования Умереть, чтобы жить Метафорически И буквально Было воплощено И Гурмахар сказал Тогда божественная сила Не зашла к нему Кришна хотел посмотреть Насколько серьезно Он настроен Насколько далеко Он готов зайти Посреди океана Он умирал От сердечного приступа И только тогда Божественная сила Не зашла к нему Взяла под контроль Лодку, море И только тогда Бахтедата с вами Доехал До Нью-Йорка На входе в порт Которого он составил Две поэмы В одной из которых Говорится про проповедь Про внешний аспект А вторая Вражает внутреннее настроение Молитву внешней То, как Гурмахарадж Передал эту поэму Выразил ее суть Что в ней говорится Когда же снова Снова буду я играть С тобой на пастушащих От сторожа Раста Мы будем Делиться едой Веселиться И танцевать вместе Мой друг Обращается он Кришне В этой Вом стихе Совершенно очевидно Что это выражение Чувств Я выцепил этот смысл Еще до встречи С Гуру Махараджем И искал подтверждение У него При встрече Но сейчас Я не буду вдаваться В эти детали Гуру Махарадж Сказал Поскольку Радхарани Считается гуру Сарасвати Такур Считается гуру А также делегатом Шимати Радхарани Как пастушок Приянарма Говорит Кришне Я знаю Твое внутреннее устремление Твое глубинное желание Ты жаждешь Общества Радхики Которая является Мой гуру Кстати Она наделила мне Некоторым служением Дала мне Некоторое получение Если ты Мой дорогой Кришна Поможешь мне Выполнить Эту севу То она будет Очень рада Очень довольна тобой И ты получишь Ее общество Поэтому Прабхупад Сделал Кришне Предложение От которого Тот не смог Отказаться Кого бы ты хотел Взять Себе в команду Дорогой Арджуна Кто тебе нужен В компаньоне Арджуна Только Кришна Кришна према Все что нам нужно Это чистая любовь Поэтому Он устроил так Чтобы Кришна Выполнял Всю работу Насколько Насколько Это гениально И он говорит Я не квалифицирован Но в следующей Он говорит Неспроста Ты привел Меня сюда Когда китайцы Оказались одни Во вриндаване Они плакали Думая За что За что нам Это досталось Поэтому Прабхупад думал Похожим образом В Нью-Йорке Наверное Неспроста Ты меня сюда Привел Я твоя кукла Если ты привел Меня сюда Танцевать Тогда начинай Начинай Заставь меня Танцевать Но подписался он Самый незначительный Просящий Самый незначительный Вопрошающий И эти переживания Искренние Для того Чтобы распознать Такие ноты Нужен эксперт Такой Как Гуру Махарадж Так вот В тот момент Посередине океана Когда он Предложил себя На алтарь Самопожертвования Олицетворенный Принцип Умереть Чтобы жить Как сказал Гуру Махарадж Тогда Божественная Сила Явилась Не зашла К ним И тогда Гуру Махарадж Начинает Рассказывать В деталях Нитьянанда Еще раз Эти вещи Что-то Интуитивно Я понимал Еще до этого Но услышав От Гуру Махараджа Я принял Это интуитивное Чувство Как правильное Только когда Он объяснил Мне в деталях Что есть что В Махабхарате Есть знаменитая Шлока Которая обычно Объясняют Как скрытая Криптик Расскрытая Силка Появление Махапрабху Фамус слока Суварна Варна Хе Маңго Хе Маңго Чандан Чанданагаді Барангас Чанданагаді Саньяса Крич Шанто Ниттям Шанти Парайна Там говорится Суварна Варна Он относится К золотой Группе Чандан Барангас Чанданагаді Его части тела Золотые А тело покрыто Чанданагаді Ништа Шанти Парайна Он Савит Он Принимает Отреченный Образ Жизни И Спасает Ни И Так Это явилось Ко мне Я уже Раньше Говорил Это Я Видел Леди У Кати Бавана На Чанданагаді Так же Что Люди Жили На улице Это Калькута Там Люди Рядом С Баваном Прямо На улице Там Были Мать Дочь Ребенок И Эта мать Заботилась О своем Ребенке Не так Как ее Мать О ней О ней У меня Просто Отвисла Челюсть Эта Женщина Втирала Втирала Герчичное масло Ребенка Так Нежно Словно Готовило Пури И Ребенок Был Так Доволен Этим Я не говорю Про Небольшое Чувство Было Такое Ощущение Как будто Ребенка Словно Окунали Горщичное Масло Вот Потому Бенгальцы Так Любят Массаж Горщичным Маслом Потому Что Это Напинает Им О Любви Нежности Их Матерей С вами Махараджи Делали Массаж Горщичным Маслом Каждый День Примерно В это Время Прямо Перед Душем Это Бенгальская Затея Однажды В России Однажды В России Когда Прямахам Самхарадж Готовил Потом Он достает Небольшой Пузырек У себя Из кармана И в нем Задержалась Золотая Жидкость И кто-то Спросил Что это Такое На что Тот ответил Шампанское Это Масло Словно Шампанское Для Бенгальцев Все Это Было Б внешними Описаниями Но Иногда Иногда Когда Вы Смотрели На Прабхупада Было Такое Ощущение Как будто Сзади У него Была Подсветка Он Выглядел Золотистым Его Кожа Казалась То ли Прозрачной То ли Светящейся Столько Света Свечения Исходило От него Ведь он Не зря Был Шакте Агеша Аватарой Принципиально Теотически Нет Не так Гурмар Праж Сказал Божественная Сила Не зашла К нему Когда Вы Смотрели На Него Было Такое Ощущение Как будто С другой Стороны Нитянанда С другой Стороны Смотрел На Тебя И Благословлял Своим Взглядом Сверх Естественное Присутствовало С той Страны Супер Сверх Необычное Свечение Свечение Не из Всего Мира Суварна Варна Все его части Тела Выглядят Золотыми Но Суварна Варна Это торговцы Золотом Из Калькутта И он Елся Из этой Линии И эти люди Очень дорогие Нитянанды Прабху Он Очень благоволит По своим Собственным Мотивам У них Есть Некая Особая Связь Нитянанды И Прабхупат Получил Посвящение От Нитянанда Бамши Еще Когда был Младенцем Однажды Мы с Видагой Пошли Раздобыть Картины Для Золотого Вулкана И Они И они Мы увидели Как они Поклоняются Этим Картинкам Я хотел Купить Такие Картинки Но Они Не дали Зато Они дали Нам Сфотографировать Но В то время Пока Мы были В этом месте Нитянанды Бамши Мы увидели Что Они Верят И Кстати Среди них Все Прабхупаты Это как Их отчество Как Фамилия Вторая Мы Увидели Как Какой-то Младенец Ползет По полу И Я спросил Кто Это Это Шукадев Прабхупат Я Так Угу Гу Иди Сюда Очень приятно Познакомиться Они Считают Что Папхупат Был успешен Потому что Получил посвящение От них Еще в детстве Вот Откуда Пришла Эму Сила Говорят Они На что Мы Конечно Смеялись И говорили Все Возможно С точки Зрения Того Как Мы Видим Вещи Это Все Гипнотизм Кто Говорил Что Читание Махапрабху Ушел В Тотогопина Кто Ушел В Океан Но Гуру По-разному Разные люди Могли Видеть Вся Откуда Для них Мировой Успех Это потому Что Кдиданда Свами Получил У них В детстве Посвящение Но Для нас Это представлено С любой Сторон Может быть Все Стоит Несколько Более Сложным Образом Но Так Или Иначе Нитянанда Парабху Испытывает Особую Привязанность К людям Происходящим Из Этой Линии Говорится, что Он любит даже Собаку Происходящую Рожденную В том месте Откуда каждый год Приносят Веревки Для Джаганат Пратханяты Поэтому Нужно быть Аккуратным Почтительным При обращении С ними Иногда Я открываю Истинные Источники Определенных Явлений И во Вриндаване Я спросил А где Махапрабху Во Вриндаване Есть лишь Один Храм Который Называется Гуранг Махапрабху Я пришел Туда И увидел Людей А они стали Показывать Мне Фотографии И они Показали Мне фотографию Своего дяди И он стоит Так Приобняв Божества И очень Удивленный Я услышал Такое Объяснение У него Дружеские Отношения С Махапрабху Да Действительно Очень Дружеские Но они Очень Нектарные Очень сладостные Ребята Они Такие Какие Есть Так что Я Поклонился И вернулся Обратно В Матах Поэтому Суварна Варна Он находился В этой группе Которой Нитинандар Пабху Питал Особое Благоволение Особенно Благоволение 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 Тепла Излучалось Его головой Буквально До жара Поэтому Каждый день После купания Огромное количество Сандаловой пасты Смешанной С шафраном И розовой водой Размазывалось По его голове И она падала На его грудь На его руки Только Изучить Только ради того Чтобы сохранить Прохладу Для него Ты являешься В династии Яду Как Сандал является На холмах Малая Попад сказал Звучит как реклама Когда он говорил Про сандал То он говорил Сохраняет спокойствие И прохладу Целый день Каждый день Дальше говорится Он оставляет Семейную жизнь Принимает саньясу Ништа Шанти Парайана И спасает Весь мир Шанти Означающий мир Используется там Ништа А также Ништа В дневниках Однажды я смотрел Просматривал архивы Искона И я увидел Его дневник У меня было очень Очень хорошее предчувствие В то время Моего босса не было И я занимался Азарским волном Я залезал в архивы Пока никто не видел Постоянно я так делал Если я буду у вас дома Когда вас не будет То я просмотрю все записи Может что-то случайно сломало Я не ломал вещей Пропупады Но я просматривал книги Такие книги дают пассажирам На время путешествия Там у него был список покупок В поколейном магазине Поездка по Южной Индии И на Шри-Ланку Но потом я добрался До основных заметок Где он говорит Я испытываю огромную Разлуку со Вриндаваном Со своим Господом Радо Дамодаром Радо Говиндой Радо Дамодаром Находясь так далеко от Вриндавана Я целиком и полностью полагаюсь Лишь на их милость А также другое Каждый день Я пью нектар ши-танья лилы Что является единственным источником Все моей жизненной силы Он читал ши-танья-тамритам После этого у него случился Сердечный приступ И ни одной заметки За три дня не было Быть может даже два сердечных приступа А дальше Сегодня Сегодня корабль плывет Очень плавно Помните Что рассказывал капитан Я приготовил немного бати-чачари Он очень любил это И постепенно Он начал приходить в себя И он хотел отметить эту точку Когда шахти-авеша не зашла к нему Так вот, что я хотел сказать Помните, что это Что этот корабль, который назывался Джаладута Что переводится как Морской посланник А наверху дневника написано Мы несем индийское послание мира и доброй воли всему миру Это не могло быть случайности Люди говорят про чудо И про тому подобное Корабль назывался Джаладута Водный посланник Несущий весть о мире и доброй воле В котором весь мир может принять прибежище Как однажды астролог сказал Что он может построить дом В котором весь мир найдет прибежище Так или иначе Такое, что я хочу сказать в завершении, в заключении Кроме того, что я рассказал вам сейчас Что многие Многие происходившие вещи далеко не случайны То, что выражено в стихе Махабхараты, говорит также о явлении шочетания Махапрабху, также применимо к Шриле Прабхупаде. Вот что я пытался сказать. Все преданные, когда они хотели построить храм, они говорили, мы сделаем ведический храм, мы сделаем слонов, мы сделаем павлинов, мы сделаем все, как в Джаипуле, мы построим, как на Вана Саганге. Но когда Прабхупада спросили, что он хочет, он сказал, «Стеклянный небоскреб хочу». Стеклянный небоскреб, на котором будет написано «Харе Кришна». И его тоже он получил. Каждый мужчина, женщина и ребенок, каждый вдохновленный последователь движения сознания Кришны должен, а также должен выражать почтение от Чи Бахтивиданта Свами Прабхупаду, что он вышел из своего укрытия в храме Радха Дамодары, парадукадуки, видя, как люди страдают в жажде сознания Кришны. Гуру Дэв говаривал, несмотря на весь его успех, 26 или сколько там было, игровых туров, он говаривал, до тех пор мы принимаем Прасад Бахтивиданта Свами, Свами Махараджа. Каждое движение, не говоря уже об Исконе, каждая другая ветвь гудей-миссий, которая существует в большей или меньшей степени, руководствуется, живет под приводительством его учеников. Это неоспоримое, неизбежный, неизбежно истинный факт. Каждый гудей-институт, даже фиктивный, поддельный, все они руководствуются его последователями и учениками. Никто не может отрицать этот факт, включая Ши Чи Тани Сараса Атматы. Так каков же план Кришны? Каков же замысел Кришны за всем этим? Однажды Гуру Махараш сказал, есть Прапупат, как он есть, есть Прапупат, который вы придумали, и вы заняты тем, что защищаете второе. Существует концепция Рагуната Даса Гасвами. Включен ли он в ваши ряды? Он сказал, я знал об Исконе еще до того, как вы родились. Мы обсуждали это. С вами Махараш предлагал мне президентство. А он был секретарем. Как секретариат коммунистской партии, который на самом деле заправляет всем. Секретариат любой индийской организации, это те, кто обладают реальной силой. Вот почему Гуру Дэв был так счастлив быть секретарем в считании с Расад Матха. Гуру Махараш был Ачарей, а Говинда Махараш был секретарем. Иронично, но когда Говинда Махараш стал Ачарей, то все превратилось в демократию. Потому что, когда Гуру Махараш был Ачарей, это была диктатура. И Гуру Махараш поддерживал любое принятое им решение. Но теперь ему нужно было разбираться со своими учениками. Теперь это была демократия. Большей свободой он обладал в роли секретаря, Секретарь может участвовать в ближниках и принимать много решений. Но положение Ачарьи, как сказал Гуру Махараш, положение Ачарья – это браманическое положение. Это имеет дело с писаниями. Это не так, что Гуру Махараш выдумал это. Повторяйте Ачарья. Ачиноти-яшастартам. Что в Ачарьях делать? Он извлекает внутреннюю суть писания. Он извлекает из них свежее толкование, собирание денег, менеджмент. Все это передано другим квалифицированным личностям. Это я говорю вам про идеальную ситуацию. Поэтому Гуру Махараш был очень рад, когда Гуру Махараш был Ачарей, а он был секретарем. Но мы знаем, что Гуру Махараш хезитает на много других вещей. Но по крайней мере, эти вещи нам стоит понимать. Свами Махараш всегда хотел растормошить Гуру Махараш. Когда Ганди и Меру были в Калькутте, Свами Махараш пришел к Гуру Махарашу и сказал, «Мы с тобой, давай прямо сейчас пойдем к ним, поговорим с ними, и докажем им важность движения меж и читания Махапрабху». Донесем послание. И вот я могу вернуться к тому, с чего я начал. Пранам обычно составляет квалифицированный ученик. В случае с Гуру Махараджем, у него был Гуру Дев. А насчет других, то нет у них достойных учеников, если сказать это прямо. Насколько редко соприкоснуться с истинным Гуру в этом мире, но говорится, еще реже найти чистого, достойного ученика. Гуру Махарадж обладал таким учеником, Шилы Говиндам Махараджем, который мог составить такой стих. У Прабхупада не было такого ученика, поэтому он использовал общую мантру, в которую вставляется имя Гуру. Но они поступили по-другому. Прабхупад сам не был сансквистским ученым. Такая мантра, сокращенная на букву, вполне подошла. Никто иной, как Гуру Дев, идеальный ученик, в том числе и Свами Махараджа, сочинил следующее. Он улучшил этот стих, который произносили все, добавил одну букву и добавил Прабхупада. Так кто же настоящий ученик Прабхупада? Кто же человек Прабхупада в самом деле? Ну, на самом деле, это все, что я хотел сказать. Теперь мы предложим пушпу, цветы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...